В эфире Рыбака Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Арбитражный суд республики включил Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана в число соистцов по иску Роснефти и Башнефти к финансовой корпорации «Система». Такое решение принято в ходе предварительного заседания по делу. Региональное Минземимущество полностью поддержало исковые требования Роснефти и Башнефти. По словам представителя ведомства, которое является крупным акционером нефтяной компании из Башкортостана, указанный спор является корпоративным, и министерство также намерено участвовать в процессе. Ходатайство истцов об увеличении суммы иска до 170,5 миллиардов рублей суд также удовлетворил. Кроме того, ответчики попросили о привлечении Росимущества в качестве третьего лица. Решение по этому вопросу суд вынесет уже на следующем заседании, которое назначено на 27 июня. В этот день состоится рассмотрение дела по существу. Напомню, что компания «Роснефть» совместно с Башнефтью в середине мая подали иск в арбитражный суд республики, корпорации «Система» и ее дочерней структуре «Система Инвест». Суть претензий сводится к возможности нарушений при реорганизации Башнефти. Восточный выезд из Уфы, концессионное соглашение о строительстве которого подписали региональные власти и дочерние структуры банка ВТБ, планируют построить за четыре года. Такие данные сообщил вице-премьер правительства республики Ильяс Муниров. По словам чиновника, на текущий момент технологическая цепочка отработанная, и власти надеются на успешную реализацию проекта. Общая стоимость оценивается в 29 миллиардов рублей, срок концессионного соглашения – 25 лет. Транспортный коридор включает в себя тоннель на проспекте Салавата-Юлаева, мост через реку Уфу и дорогу до пересечения с трассой М-5. Отмечается, что часть денег, а это порядка 4,5 миллиардов рублей, может предоставить в виде кредита новый банк развития «БРИКС». Республиканская доля финансирования восточного выезда как раз и составляет 4,5 миллиарда. В регионе рассчитывают и на федеральную поддержку. Сейчас уже должны начаться полноценные работы по проектированию, перепроектированию. И уже на следующий год мы хотим уже попасть на международную комиссию, для того, чтобы получить в том числе и федеральный грант. После этого, конечно, будет дан полноценный старт. И к 2021 году объект должен быть в соответствии с теми планами, которые на сегодняшний день есть завершены. В 1934 год мы выходим на окупаемость проекта. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Американская валюта подорожала на 5 копеек и оценивается в 56,67 руб. Европейская, напротив, подешевела на 2 копейки в 63,78 руб. Лучшие обменные курсы на вторник. Покупка доллара в Промтрансбанке за 56,55 руб. Продажа в банке БКС за 56,89 руб. Комиссия до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Запсибкомбанке за 63,60 руб. Американская валюта подорожала на 3 копеек по продаже также в банке БКС за 63,99 руб. И на этом пока все. Встретимся через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова